Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ник, мы продолжаем играть с вами в Mortal Kombat X Mobile, и сегодня мы посмотрим такого персонажа, как старший бог Кенши. У меня он прокачан до 20 уровня, как обычно, чтобы прокачать ему 3 спецприем. 1 и 2 у него прокачан на максимум. Также у него экипирован клинок Сенты 9 уровня Слияния, к сожалению, 10 я еще не поднял. Карточки поддержки у него прокачаны на максимум. И давайте почитаем его обилку. Если противник повершен спецприемом Кенши, он и его напарники получают шкалу силы. Старшие боги в отряде получают неуязвимость крит-ударом плюс 20% к шансу нанести критический удар. Я подобрал именно вот такую тему без старших богов, потому что я хочу показать именно самого персонажа Кенши и поиграть именно за него, а не за тех персонажей, которых он будет бафать. Но если, естественно, вы будете собирать себе команду, вам нужно будет добавить в нее старших богов, так будет она более-менее хорошей. У меня вместо этого стоит в отряде в бою Серай Рю, который дает плюс 5% к атаке для мастеров единоборств в отряде. Ну, у меня нету просто персонажей слабее, чем Кенши-старший бог и при этом дающих бонус к атаке. Есть, которые сильнее дают бонус к атаке, но тогда это будет не объективный просто бой, потому что Кенши будет слабее, чем противники. И также у меня стоит Саб-Зиро Креммайнсер, который плюс 30% к здоровью для мастеров единоборств в отряде. Как-то так. Ну, давайте начинать потихонечку. Будем играть с вами в сложную битву. И посмотрим персонажа. Сам я за него, как обычно, еще не играл. Так что сейчас увидим. Сейчас увидим, как он себя поведет. Вот. Посмотрим его первый, его второй спецприем. Ну, первый, я думаю, там точно такой же, как у обычного Кенши-телетолчок, истощающий, одновременно наносящий достаточно большой урон. Даже не посмотрел на противника что-то. Ну, да ладно. Загрузка у нас идет. Ждем. Первым у нас идет Джейсон Вурхис. Что-то звук как-то тихо, надо сделать, наверное, чуть-чуть погромче. О, еще и ФПСик проседает. Ладно, давайте первую здоровье ему отнимаем, но первую жизнь. Он возродится, конечно. 8000 урона с критом при 80% накопления силы. Так, больно ли будет? Давайте проверим, как не в блоку будет удар. Ну, вроде нормально. Мне нравится вот этот удар, который он тройной наносит. Прикольная тема. Давайте второй удар спецприем посмотрим. Второй спецприем у него, видимо, клоном наносится урон. Нифига себе, урон, конечно же, жесткий. Так, господи, этот ФПС, это, конечно, жесть. Вот это вообще жесткий, конечно, спецприем. Давайте еще раз. Первый. Нифига себе, вынес, просто ваншотнул. Хоть и даже без крита 5800. Ну, видимо, там просто у противника был не очень сильный этот. Ну, вы поняли. У меня, кстати, стойчика есть, надо будет вам ее показать. Для Кенша старшего бога. Сабзиро у нас, кунзы, не рептилия. Серебряная команда, причем из них только, по-моему, Сабзиро нормальные. Остальные два лоха. Мы их заваншотним парой приемов. Не приемов, а ударов. После того, как я пройду испытания на Кенши Ронина, и мы посмотрим на него, также я открою паки за души. Скорее всего, их будет порядка пяти штук. Алмазных паков. Ну, паков с алмазными персонажами на 50%. Пятидесят, блин. Пятьдесят. Я не использую пока первый, потому что хочу все-таки вторым убить его. Так это единственный сильный персонаж, только на него есть смысл использовать второй спецприем. Хотя ему бы и первого хватило. Выходит кунзы. Блотбрекер часто срабатывает достаточно. Приятно. Давайте еще раз второй используем. Он, конечно, этого не достоин, но тем не менее. Первым ударом просто ваншотнул. Сколько урона получается? Где-то пять-шесть ударов по полторы тысячи? Пять-шесть ударов. Ну, если даже на шесть возьмем, да, это будет три плюс... Три плюс три, девять, и еще потом там сколько-то уронов. Давайте восстановим с F0 энергию и погнали дальше. Очень легко идет, честно говоря. Даже противники вообще никакую агрессию и сопротивление не показывают. Они даже ударить-то кенши могут очень редко. Вот один спецприем на нас как-то использовали, вроде бы нормальный персонаж прокачанный использовал спецприем, а урон какой-то маленький был у него. Надо еще сделать так, чтобы добивать противников именно спецприемом, чтобы мне давали бесплатный спецприем после этого. Кстати, против нас Джейд, это интересно. Давайте первый пошел. Проверим, добьет, не добьет, как вы думаете. Эх, черт, совсем чуть-чуть не хватило. Зараза. Хотелось получить дополнительный спецприем. Шкалу силы, точнее. Ну что, сейчас, сейчас сделаем. Вот сейчас тоже должен добить. Мне должны дать второй спецприем. Да, смотрите, плюс одна шкала силы, причем для всего отряда. Давайте вторым попробуем. Ах, черт, уклонилась. Неприятная женщина. Поэтому я не люблю Джейд. Ну, кстати, смотрите, она не заблокировала спецприемы для кенши. А мы используем первый, и она не уклонилась. Поэтому она отлетает. Блин, очень крутой персонаж. Очень крутой. Я рад. То, что получилось себе в коллекцию. Идет у нас предпоследний матч, потом будет последний. Идет к длительному урону у нас и к истощению. Вообще, читерский персонаж, вот этот алмазный люкан, у него иммунитет ко всему есть. Как гню. Он от огня получает и здоровье, и эту... и силу. Давайте первым спецприемом его добьем, потому что мы получим все равно его обратно. То есть, вы, по сути, используете первый спецприем, убиваете противника, и получаете его обратно. Из-за того, что люкан, опять же, в команде, эта дурацкая барышня, она... Смотрите, My Blade Fancy, говорит Кенши. Я еще, знаете, рискую, используя постоянно вот это добивание, и вот сейчас мне это аукнулось, потому что я... И снова мои спецприемы были отключены. Окей. Давайте попробуем заблокировать сейчас второй спецприем. А, нет, он первый использует, потому что хочет истощить меня. И у него это, можно сказать, получается. И опять же, из-за этого люкана я не могу использовать свои спецприемы вообще. Он сейчас еще опять поменяет персонажа, я не смогу снова их использовать. Но нет, он не успевает поменять, а мы сейчас снова сделаем себе второй спецприем, а попробуем убить Джей. Интересно, получится ли? Нет. Не сможем же использовать второй спецприем. Ах, живые! Мы живые! Я не знаю как, но мы живы. Я не буду использовать добивающий, потому что иначе я могу умереть просто. Ауч. Блин, мимо. Мимо попадает, к сожалению, Кенши наш. Но нет, добивает. Да, молодец. Даже несмотря, что мы играли против и Джейд, и Люкана. И при этом нам постоянно блокировались без приема. Кенши все равно победил. Вот он показывает нам свою стоечку. Вот так она у меня выглядит. Показал его я вам сейчас. А мы переходим к последнему бою. А последним боем у нас... Восстанавливаем энергию. И последним боем у нас будет Саб-Зиру Холодная Война. Кунцзинь Шаолин. Неостановимый Джейсон Вургиз. По сути, команда достаточно простая. Я не вижу в ней никакой синергии. Я думаю, это будет легко. Вот предыдущая команда была гораздо посложнее. Конечно, не идеальная. Далеко не идеальная. Вот если бы там был еще вместо третьего персонажа, то есть был бы и Люкан вот этот, и Джейд, и еще, скажем, был бы этот, как он. Сейчас скажу, как же он называется-то. Скорпион, который всем мастерам единоборств, так как Джейд тоже является мастером единоборств, он всем дает полторы шкалы силы. Ну, алмазный скорпион я имею в виду. Тогда было бы вообще жестко. Тогда бы мы, скорее всего, вряд ли одним справились. Кенши. Интересно, как он стал вообще старшим богом? Давайте используем второй спецприем. Не хочу рисковать здесь использовать первый. Надеюсь, ты вторым хотя бы-то добьешь сквозь блок. Еле-еле причем добил, но окей. Но добил. Молодец. Так, я хочу истощить нашего... Этого. Как его? Блин, забываю, как его зовут. Как тебя зовут, чувак? Джейсон Вурхис. Во. Так. И добиваем. Я говорю... Нет, он успел убежать. Больно? Еще раз больно. Все, первым добиваем и получаем второй спецприем себе на халяву. Изи. Блин, какая же крутая способность, когда он получает на халяву спецприемы. Это вообще жесть. У нас он уже, наш этот, саб-зиро криомансер накопил третий спецприем. Серьезно. Сейчас он меня весь отряд третий спецприем накопит, кроме Кенши старшего бога. А, нет. За последнего убитого врага, видимо, не дается дополнительное очко силы. Жалко. Но вы видели уже весь отряд наш. Когда Кенши убивает кого-то спецприемом, весь наш отряд получает плюс одну очко силы. То это значит, что фактически мы можем себе получить плюс два или даже плюс три очка силы. При определенном везении. Кстати, мы что-то получаем. О, маска Драмина. Жаль, только она у меня уже прокачена сто лет назад. Я уже сто таких масок продал, играя в воины фракции. Они очень часто падают. Поэтому достаточно, чтобы получить ее десятого уровня, достаточно просто играть в воины фракции. Там, не знаю, там, несколько дней, неделю, там, максимум две поиграть. У вас она уже будет вкачена на максимум. Но на этом я буду заканчивать. Но перед этим давайте подведем итог. Как мне старший бог Кенши? Он очень имбовый персонаж. У него очень хорошие статистики. То есть, соотношение атаки и защиты у него очень хорошее. Плюс у него идет сразу же и старшим богам бонус дается, и себе. То есть, он всем этим... Как его называть-то? Всем персонажам в своем отряде при убивании противника дает плюс одно очко силы. И это очень круто. И, используя эту способность, можно просто, не знаю, там, убить Кенши одного чувака, потом сменить на другого, использовать второй спецприем, опять убить другого чувака, переключить на еще одного, использовать, опять же, второй или даже, может, третий спецприем. Если вы его накопили, убить третьего чувака, и просто будет очень легко раскатывать в войнах фракций. Так что, это однозначно имбовый персонаж. Я не полностью раскрыл его потенциал, потому что не добавил старших богов и не протестил старших богов. То есть, если уж... Так как это был всего лишь обзор именно старшего бога Кенши, я не хотел переключаться на других персонажей. И я так и не переключился ни разу. То есть, у нас Кенши ни разу не вынесли. Возможно, нам не попалась очень сильная команда противника с большим количеством стартовых очков энергии, но при этом мы вроде нормально все затащили. Ну все, на этом я уже точно буду заканчивать. Спасибо вам за просмотр. С вами был Ник. Еще и увидимся. Пока-пока.